Здравствуйте, господа курсанты! Я старший преподаватель кафедры уголовного процесса подполковник полиции Кемпирова Жанар Сииловна. Тема лекции «Общая характеристика досудебного расследования уголовных правонарушений в реализации наркотических средств с использованием инновационных технологий». В данной лекции мы рассмотрим два вопроса «Общая характеристика уголовных правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров» и «Первоначальный этап расследования уголовных правонарушений в сфере незаконного сбыта наркотических средств с помощью информационных технологий». Расследование незаконного оборота наркотических средств с использованием сети интернет в большинстве случаев вызывает сложности из-за того, что преступники пользуются многочисленными способами сбыта, всевозможными хитростями, маскируют и скрывают свои преступные деяния и зачастую остаются анонимными благодаря специфике области, в которой совершается преступление. Наркотические средства – это включенные в специальный перечень вещества природного или синтетического происхождения, препараты, растения, которые представляют опасность для здоровья населения при злоупотреблении ими, которое приводит к заболеванию наркоманией. Психотропные вещества – это включенные в специальный перечень вещества природного и синтетического происхождения, препараты, природные материалы, которые способны вызывать состояние зависимости и оказывать депрессивное или стимулирующее влияние на центральную нервную систему или вызвать нарушение восприятия, эмоций, мышления или поведения и представляют опасность для здоровья населения при злоупотреблении ими, которое приводит к заболеванию токсикоманией. К преступлениям, связанных с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ, относятся незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ, склонение к потреблению наркотических средств или психотропных веществ, незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества, хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ, организация либо содержание притонов для потребления наркотических средств или психотропных веществ, незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов, дающих право на получение наркотических средств или психотропных веществ. Классифицируются наркотические средства по происхождению, по способу изготовления, по способу воздействия на К следам воздействия наркотических средств на организм человека относятся физиологические признаки, поведенческие признаки, а также очевидные признаки. Следы преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Это следы изготовления наркотических средств, следы выращивания наркотикосодержащего сырья, следы транспортировки, пересылки, хранения и сбыта наркотических средств, следы потребления наркотиков, а также следы хищения наркотических средств. Способом совершения незаконного сбыта наркотических средств в настоящее время является бесконтактный сбыт, то есть сбыт, совершаемый с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, который преступники используют как наиболее безопасный. Рассмотрим средства осуществления незаконного сбыта наркотических средств, совершенного бесконтактным способом. Рассылка информации с предложением о приобретении наркотических средств, с использованием компьютерных программ, обмена короткими сообщениями, рассылка информации в социальных сетях, предложение о покупке в онлайн-играх за условные расчетные единицы, реализация через различные форумы, размещение информации на специально созданных для этих целей сайтах. С целью совершенствования особенностей расследования преступлений в сфере незаконного сбыта наркотических средств, совершенных с использованием компьютерных технологий, выделяются следующие типичные следственные ситуации, свойственные для этих преступлений. Первое. Задержано лицо, приобретавшее наркотическое средство в момент либо после совершения преступления. Второе. Задержано лицо, осуществлявшее закладку в момент совершения закладки наркотического средства в тайник. Третье. Имеются следы совершения преступления по распространению наркотических средств, но информация о лице и его совершившем отсутствует. Для каждой из приведенных типичных следственных ситуаций разработаны алгоритмы действий следователя, следственный осмотр, различные его виды, обыск, выемка, в том числе электронных носителей информации, электронной почтовой корреспонденции, получение информации о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами, а также назначение экспертиз. При организации расследования важное значение приобретает планирование, выдвижение версий, их проверка при соответствующем взаимодействии с сотрудниками экспертно-криминалистических и оперативных подразделений. При этом важно знать элементы криминалистической характеристики, а также типичную программу расследования, основанную на примерах ранее раскрытых аналогичных преступлений по способу совершения, следам и иным обстоятельствам. Следует выделить следующие ее элементы. Способ совершения и сокрытия преступления, средства его осуществления, обстановку места происшествия, следы и умысел преступников, вербовка распространителей в интернет-форумах, социальных сетях, расчет через различные электронные платежные системы, передача наркотических средств, через различные тайники, закладки. Для разрешения ситуации, как наличие компьютерной техники, выступающей в качестве средств совершения преступлений и электронных цифровых следов, обнаруженных на электронных носителях информации или телекоммуникационных каналов связи, целесообразно Назначение судебной компьютерно-технической экспертизы с целью установления данных, содержащихся в электронной памяти представленных объектов, осмотр указанных объектов, осмотр результатов экспертизы, Вынесение постановлений о признании и приобщении к уголовному делу, вещественных доказательств, ранее предоставленных на экспертизу, содержащейся в результате проведения компьютерной экспертизы Изъятие в качестве образцов для сравнительного исследования электронных документов, содержащих на альтернативном носителе переписку задержанного, не связанную с совершенным преступлением Назначение авторовической экспертизы с целью установления авторства подозреваемых, отправленного с определенного имени текстового сообщения, например, с использованием программ-коммутаторов Skype, Viber, WhatsApp Основной целью на первоначальном этапе расследования является установление и задержание подозреваемого, для достижения которой, в зависимости от имеющейся информации на момент расследования И создавшейся следственной ситуации, учитывая интернет-мониторинг в сети интернет, предлагается первоначальным действием получить объяснение от заявителя или от лиц, на которых указано в исходной информации, допросить их в качестве свидетелей В дальнейшем первостепенное значение имеет производство оперативно-розыскных мероприятий, среди которых наблюдение, опрос граждан, проверка по криминалистическим, оперативно-справочным, справочно-вспомогательным учетам, а также по социальным сетям и по различным сайтам сети интернет По этим данным рекомендуется установить, с кем ведется переписка, провести контроль телефонов переговоров, смс-сообщений, электронной почты, при установлении лиц, с кем ведется переписка, целесообразно осмотреть их рабочие места с целью обнаружения следов и других вещественных доказательств Установив IP-адрес подозреваемого, направляем запрос интернет-провайдеру с целью получить информацию, за кем зарегистрирован, установочные данные при регистрации, адрес, предпочитаемое программное обеспечение, наиболее часто используемые сайты в определенный промежуток времени, аккаунты, содержащие различные идентификационные данные, внесенные в систему при регистрации При проведении проверочной закупки появляется возможность задержать преступника с поличным, который тщательно планируется с целью получения доказательственной информации, при этом привлекаются незаинтересованные лица только с их согласия, разъясняются права и обязанности, впоследствии их допрашивают в качестве свидетелей При проведении операции важным элементом является подготовительная стадия Определяется состав группы, готовятся денежные купюры, на которых наносятся метки специальными веществами Образцы данного вещества, копии купюр, приобретенные предметы, осматриваются, фиксируются общие и частные признаки, упаковываются в пакеты, снабженные пояснительной надписью Скрепляются подписями участников и печати руководителя мероприятия Результаты проведения проверочной закупки оформляются справкой, в которой указываются все действия на подготовительной рабочей стадии и на стадии фиксации с указанием изымаемых предметов При наличии достаточных оснований для задержания подозреваемых производятся необходимые мероприятия, готовятся технические средства для использования криминалистической видеозаписи, вооружения, средства фиксации, изъятия и упаковки необходимой доказательственной информации Задержание рекомендуется проводить в комплексе с другими мероприятиями с использованием различных тактических приемов, именуемые тактической операцией, в которую входят Оперативный эксперимент, проверочная закупка, личный обыск и допрос задержанного, осмотр окружающей обстановки, компьютерно-технических устройств, выемка и осмотр электронных документов, фиксация в протоколе и с помощью технических средств, аудио, фото и видеозаписи На последующем этапе расследования рекомендуется при производстве обыска, как на рабочем месте, так и по месту жительства, выявить все телекоммуникационные устройства Произвести обыск и выемку электронной информации и документации Назначение и производство компьютерно-технических, криминалистических, криминалистического исследования веществ, материалов, изделий Судебно-медицинской, судебно-биологической, судебно-почеловеческой экспертиз, комплексных, комиссионных и иных экспертиз При производстве обыска рекомендуется вести поиск наркотических средств, оборудования для их фасовки, средств связи, компьютерной техники, сим-карт, технической и иной документации В том числе электронной, записных книжек, денежных средств, банковских карт, а также иного имущества, добытого преступным путем При этом рекомендуется не прикасаться к каким-либо предметам, стараться не оставить никаких своих следов и не повредить следы возможного преступника А также необходимо установить запрет на манипуляции с компьютерной техникой Рекомендуется применять следующие тактические приемы На подготовительном этапе изучить место выемки или обыска Определить наличие компьютерных телекоммуникационных устройств Наличие модемов, маршрутизаторов, роутеров и иных устройств Наличие сети интернет, провайдера, Wi-Fi, логин и код доступа На рабочей стадии осмотреть помещение Определить, подключены ли компьютеры, какая программа исполняется Определить наличие сетевого подключения, логины и пароли сети При помощи специалиста скопировать переписку в сети интернет, в социальных и иных сетях Выключить устройство, произвести упаковку с обеспечением сохранности компьютерной информации, криминалистических следов и иной доказательственной информации Таким образом, в целях эффективного расследования незаконного оборота наркотических средств с использованием сети интернет Предлагается, используя знания элементов криминалистической характеристики на первоначальном этапе с целью установления и задержания подозреваемого Проводить интернет-мониторинг, наблюдения, опрос граждан, производить проверку по криминалистическим, оперативно-справочным, справочно-вспомогательным учетам А также по социальным сетям и по различным сайтам сети интернет Контроль телефонных переговоров, СМС-сообщений, электронной почты, наведение справок у интернет-провайдера При установлении лиц, с которыми ведется переписка, целесообразно осмотреть их рабочие места с целью обнаружения следов и других вещественных доказательств провести допрос заявителей При наличии информации, достаточной для задержания, планируется проведение тактической операции, включающей оперативный эксперимент, проверочную закупку, содержание На последующем этапе, с целью доказывания вины подозреваемого, проводится личный обыск и допрос задержанного, осмотр места происшествия, выемка, осмотр вещественных доказательств и документов, в том числе находящихся в электронной форме Обыск, очная ставка, следственный эксперимент, проверка показаний на месте, а также назначение и производство экспертиз Продолжение следует... 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 Продолжение следует...